Привлечь читателей в библиотеку. Казалось бы, эта задача по зубам только профессиональным пиар-специалистам. Однако не тут-то было. Оказывается, среди полок с фолиантами и философскими трактатами витает не только книжная пыль, но и креативные идеи. Подсчитать издержки, свести кредит с дебетом и скорее к зеркалу надевать корону. Сегодня бухгалтер библиотеки Татьяна Савкина – настоящая королева красоты и мисс очарования. Как мне предложили в таком образе выступить, я очень обрадовалась. К тому же, несмотря на то, что я здесь всего лишь бухгалтер, очень хочется, чтобы в нашей библиотеке читателей было много, чтобы они ходили к нам чаще. Ажиотаж у библиотеки в наше время явление нечастое, но пройти мимо такой инсталляции практически невозможно. Это не застывшие манекены, а живые люди. И рекламируют они не одежду и сумочки, а любовь к чтению. Ранним утром 14-го числа весеннего месяца Ниссана в колоннаду дворца вышел прокуратор иудей Понти Пилат. Читать нужно всегда и везде. Даже если ты занятая домохозяйка, мама с коляской, спортсменка или восточная красавица. Заразительным оказывается, может быть, не только дурной пример. Мы очень хочем идти в эту библиотеку читать сюда. Мне вот захотелось записаться. Мне кажется, очень оригинальная такая, как бы выражает детенка себя в аквариуме. Это особенно, мне кажется, ребятишки потянутся сюда. То есть это здорово, молодцы. Мне нравится. Слова реклама и маркетинг зазвучали в этих стенах не так давно. В размеренную жизнь библиотеки пиар-технологии шагнули вместе с приходом Марины Клейпиковой. Какое ощущение сегодня не нуждается в рекламе. Тем более библиотека. Когда есть интернет, магазин, телевизор, появились конкуренты. Поэтому реклама обязательно нужна. И пусть необычная витрина выходит на строительный забор. Сарафанное радио – самый эффективный метод добавить библиотеке рейтинга, популярности и преданных читателей. Вера Горбунова, Олег Салпанов, СТС, Челябинск.